Ну что, всем доброе утро, вернее добрый день, время 2 часа дня, я выбрался на рыбалку. Хотел выбраться днем и провести на каком-нибудь пруду в черте города свою рыбалочку целый день, но планы поменялись. Супруга у меня пошла в женскую консультацию, очередной прием. Оттуда и врачиха отправила, давай-ка, ведь собирая вещи, езжай-ка в роддом. Так что пришлось нам собрать вещи, отправиться в роддом. И вот только сейчас у меня появилось время выбраться на водоем. Супругу отвез. На днях я ляпнул, говорю, о, здорово, ты у меня в роддом, а я на неделю на рыбалках буду пропадать с утра до ночи. Говорит, да, здорово, но куда ты денешь нашу дочь? Говорит, вот ты не забышь, что у нас еще с тобой одна дочь? И вот тут меня осенило, что да, действительно, куда я дену дочуненьку. Поэтому это последняя моя рыбалочка на этой неделе. Такой вот окушочек. Последняя рыбалочка на этой недельке. Потому что дочь ей деть некуда. Все праздники будут со мной дома. Будем гулять, на самокате кататься. На водоем с собой я ее, соответственно, не возьму. Потому что следить там за ней некому, чтобы она вдруг не плюхнулась. А я во время рыбалки могу просто увлечься и не уследить за ребенком, что непозволительно. Поэтому будем дома гаситься, пока не выпишется супруга. Ну, в будни только, если отведу ее в сад. А сам в это время отправлюсь, допустим, если мне на работу будет выходной в будни, отправлюсь на водоем порыбачить. Тогда да. Но если уже будни будут рабочими, то, значит, и на следующей неделе мне не светит порыбачить. Поэтому вот выбрался на 2 часа красину половить. Потом за ребенком в сад и на занятия с ней. Поэтому такой вот план и ждем у пацана. Поэтому посмотрим, что ей там скажут. Отправили нас сначала в родовую палату, а потом в родовую все посмотрят. Если все хорошо. Так что такие новости. Ну, скучать мне некогда будет. Дома надо и кроватку собрать, и стены подкрасить, обновить. Поэтому заняться будет чем. Но без рыбалки, конечно, это все-таки все не то. Рыбалка есть рыбалка. Так что рыбачим. Экспериментировать здесь снова я не стал сегодня. подбирать резину, цвет поляриса или еще что-нибудь. Сразу поставил живого опарыша. Сейчас 2 часа проведу с поклевочками, с поимкой рыбки, а не в поисках, в надеждах, там экспериментов, на что он сегодня готов брать. не спортивно. Ну и ладно. Конечно, такая рыбалка, это деградация. Я не спорю, что надо заниматься подбором ключика к рыбке. Что она хочет, как она хочет, какую проводочку. Я говорю, когда нет на это времени, прям, ну, очень не хочется. Ну, не спорю, это деградация, да. Просто пришел, живой корм нацепил, и все, и рыбка с их есть. Даже если она пассивненькая, на живой корм все-таки она соблазнится более, так скажем, поклевочка была. Еще одна, еще одна. Опа, ершик, что ли. Потому что на живой корм она в любом случае может соблазниться на ароматы, на все такое, чем на силикон. Но, да, не спортивно. Каждая рыбалочка, наоборот, должен понимать, все больше и больше, искать ключики, там еще что-то, проводочки. А тут ты просто тупо одел мясо и поймал. Ну и ладно, экспериментами заниматься я говорю, некогда, когда у тебя рыбалочки все лишь час-два, а фото просто ловить и наслаждаться. Есть. Микроокунь. Эх, все-таки, я в надежде, что может все-таки тут какие-нибудь толстячки зашли. есть, есть нападение практически сразу. латвичка, 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 А, густерка. Вот и бель здесь. Можно сюда уже с мотагой приходить, значит, ловить на мормышечке. дверь есть. Дверь есть. Видите, поднял. Сегодня опять использую дропшот на стопорке. Понравился мне этот монтажик. экономит он мне флюр. Не приходится мне каждый раз отрезать флюр на месте привязывания крючка. Я просто отвязываю карабинчик у грузика и все и сохраняю весь поводок подлесок целым. Не приходится мне его рвать. Это мне очень нравится, что я могу экономить материалы. Потому что флюр дороже, нежели с топорков купить. Поэтому буду теперь отныне так пользоваться. До стойки. Все отпускаем. Вот она и поймалась. Это мелкая пакость. Ах, микроакушетчик еще и сам и отпустился. Вот такой письюнец. Сразу же нападений хватает. То ли бель там стоит, то ли микроакуня отсюда тут. Опять микроакушетчик. Это покрупнее предыдущего. Я вам хочу сказать. Этот я вам хочу сказать покрупнее. Не то чтобы очень но тем не менее. Микруха. Микруха на микруху. Микруха на микруху. И что-то я за последние несколько дней уже герой микрорыбы стал. Сам в шоке. Ничего в ней нет хорошей рыбы. Вот супер рыба невская. Говорите какая снасть такая рыба. Хочешь трофеев ставь хэви джик и вперед. откуда шанс здесь столько микрорыбы скажите мне пожалуйста опять уменьшился немножко укрупнился прошлой рыбкой опять вновь уменьшился ленточки такие хорошие а чё ж навлаживаем там такая мелочь не просто чувствительный шнур такой и бланк что кажется что там удары капец а там на самом деле ну нет этот покрупнее этот может в принципе хапнуть с ударчиком стой дружочек капунетчик вот здесь крупненький по своему стене с прошлым да мы сфоткаем да можно будет сфоткать о сколько это грамм 35 30 ну и с тебя уже можно даже за губу хватить чтобы сфоткать вот такой дружок беги так перевязался как правило после обрыва флюр уже не вижу не трачу на это время сразу на шнур и все поставил груз 3 грамма не 5 а 3 все таки пусть и теперь у меня нет узелка между флюром и основным шнуром за который при падении крючок мог парить скользить и подниматься и упираться в узелок и теперь у меня нету этого так называемого узелка стопорка и теперь крючок при падении по шнуру может подниматься парить там на любой высоте и вот за счет этого его может вот и бель схватить вот пожалуйста уклейка вот так вот крючок при падении вот так вот идет 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 по шнуру и спокойненько медленно парит и за ним кидается уклейка вот довольно такой тоже нравится мне этот метод стопорок и скользящий крючок вот бель пожалуйста которая здесь зашла теперь ходит кто ты окушок о лиманочка на дне на самом так есть окушочек дружочек окушочек беги молодец есть нападение какая-то рыбочка взяла ну а кто же это это же микроакунец такой такой мелкий опа есть микроакуне на крючке где крупная рыба в Неве где крупная рыба рыба где где-где в Караганде Караганда мы едем к вам ну ёпшик ну ёпшик ой какая хорошенькая так ничего густера есть уклейка есть окунь есть ёрш есть вот уже 4 вида рыбки кто-то в такой попался окушочек наверное нет уклеечка смотрите какая хорошая уклеечка даже со дна взяла вот такая вот уклейка сейчас фоткаем тебя все можешь бежать кто же там уже сидит такой дерзкий супер окунь давай иди сюда спирс самым самым краешком губочки да из-за пары что уже остался одна шкурка но крепко сидит ее стащить не могут на него очень хорошо клюет на эту шкуру поставим зеленого джавика пробуем ну вот этого не хватало опять этот цепь это на этом же месте где уже оторвал 5 грамм до этого все оторвался так перевязался поставил чебурашку 3 грамма решил-ка я поджиговать дропшот дропшот давай-ка джигой попробуем классикой как вам это кушечка соблазнить есть опа не засекся но есть самого-самого берега такой красотый разбойник все-таки на джиг решил схватить опа подожди ты на убеги опа самого-самого конца берега чебурашку 3 грамма оставляем как нагрузку для дропшота а крючок сейчас с него снимаем с джавиком и перевязываем его напрямую к шнуру делаем вновь оснастку дропшот не знаю джиг джиг не мое так все дропшот есть опять продолжим ловить окушка на дропшот пока не зацепимся если зацепимся то ставим гозин попробуем помормыш водоросли водоросли не засек не засек есть а теперь засек зелененький джавик и конечно окушок не на опарыша мизинчиков уже такой взрослый особь относительно ай да что ж вы у меня все падаете до сегодня жалко даже нет соблазняется при выходе из водорослей сразу же так давай только без падений на землю пожалуйста такой хоп кто ты решил на атаку я же вроде надеялся избавиться от вас одев силикон а вы все равно продолжаете ловиться но вы что друзья товарищи вот такие маляпучки есть вот уже другое дело папа упал сорвался миленький друг дотягивался с рукой такой полосатый давай друг надеюсь с тобой все ушел все с тобой в порядке слава богу есть сопровождал сопровождал решился брать цикушок красавчик сейчас оцеплю вот такой нас отъявил опа мармашка 0.3 крючка есть дорогая какая-то энергичная крючок обычный бороды есть микро к николайку шарик мармашка восхитительное дело есть кто опять кушок ты не думал ты как в толще воды поднимаешься с глубины такая мелочь вообще мне бель нужна тут окуни мелкие продолжают атаковать тут что есть кто опять оклей это даже не уклей это уже плотвичка маленькая маленькая плотвичка все будильник все ребята пора уходить всем спасибо за просмотр так что когда нибудь еще через несколько дедочков увидимся